Добро пожаловать в Белорусский телевизионный клуб «Что? Где? Когда?» Добро пожаловать в Белорусский телевизионный клуб «Что?» И инженер Сергей Капустников в Гоме. Журналист Дмитрий Герчиков в Минск. Врач-рентгенолог Юлия Бейнер в Витерск. Капитан команды Фёдор Шведов в Ашмяне. Сегодня против команды Фёдора Шведова играют. Георгий Первухин, Гродно. Мария Поиграй, Бабинище. Екатерина Мазурова, Стрелки. Вадим Лепехо, Борисов. Андрей Воробьёв, Минск. Валентина Мазурина, Лида. Сектор Суперблиц. Обладательница Большой Хрустальной Савы Анна Торлецкая, Страшицкий городок. Евгений Трудников, Брест. Алексей Бахер, Лиозно. Иван Короленко, Ганцевичи. Леонид Наранович, Столбцы. Сектор Бульбаш. Зимние игры «Что, где, когда». Телезрители против знатоков. Играем до 6 очков. Счёт 0-0. Первый раунд. Напомню правила финальной игры. Сегодня решится, какая команда лучшая в сезоне 2013 года. Команда знатоков, которых представляет сегодня команда Фёдора Шведова, либо команда телезрителей. По итогам сегодняшней игры мы вручим Большую Хрустальную Саву и денежный приз. Господин Шведов, как настроение? Волнительно, господин Иванович. Волнительно. Давайте посмотрим. Сектор «Стрелки». Господа, против вас играет юрис-консульт Екатерина Мазурова, деревня Стрелки, Витебская область. Здравствуйте, госпожа Мазурова. Госпожа Мазурова, вам открывать сегодняшний финал. Да. Вот вы когда к нам ехали, вы были уверены, что ваш вопрос выпадет, или просто такая надежда присутствовала? Если честно, то была уверена, господин Иванович, что выпадет. А вот господин Шведов говорит, волнительно. А надо быть уверенным, господин Шведов. Я уверен и волнительно. Ну что ж, вопрос. Со времен Древней Эллады спорт, как искусственное развитие человека, противопоставляли природе, естественному развитию. Внимание, вопрос. А какая традиция, сохранившаяся в спортивных состязаниях до нашего времени, появилась благодаря этому? Лавровый венок, ребят? Да. Может, вы нашли? Подожди. Венчает одно, другую. Еще. Присусственное, естественное. Послушайте. Противопоставляться. Вы дали какие-то. Женщины, мужчины, мужчины. Выставлялись первой, второй, третий, пьедестал по высоте. Огонь сам по себе, зажигание огня. Это только олимпиады. На олимпиады. Послушайте, может быть. Слушай, огонь олимпийский тоже такой. А противопоставление в чем? А в чем у венка? Какие еще варианты? Вариант ленточку, может быть, естественное, и реализовать ворота. То есть, может быть, технические и нетехнические. То есть, бег, прыжки, но метание. Мужчины, женщины, как победа спорта над искусственным и естественным. Может, вполне возможно этот вариант. Слушай, медали, награды какие-то, что еще может быть в спорте? Венком еще раз скажите, почему естественное и естественное. Потому что естественные лавры венчают победителя искусственного спорта. Ну, я понял. Еще, ну, давай, блин, не перлись. Давайте еще противопоставить. Женщины, мужчины, женщины, женщины участвовали. Идеи, которые вообще там пропагандировались. Древние Греции, то есть, не может быть в каком-то искусственном церемонии современного мира. С древней Греции, форма, по высоте. Прошу, господин Шведов. Первый вам выпал один из самых сложных вопросов, который сегодня за игровым столом. Тем не менее, кто будет отвечать? Будет озвучивать версию господин Герчиков. Прошу, господин Герчиков. Ну, раз сложный вопрос, как-то... Ну, и так, давайте еще раз. Вот древние Лада, спорт, как искусственное развитие человека, противопоставляли природе, естественному развитию. И вот появилась какая-то традиция в спортивных состязаниях, до нашего времени дошла. Ну, и с традицией ничего лучше, кроме того, чтобы каким-либо образом вознаграждать спортсменов, которые одержали победу на соревнованиях. Мы не придумали. Возможно, что вот тот лавровый венок, которым украшают головы спортсменов после победы, это как демонстрация того, что природное, которое естественное развитие, вот этот вот лавр, оно пришло и подчинилось каким-то образом вот спорту, искусственному развитию спортсмена. То есть оно увенчало голову спортсмена. Ваш ответ понятен. Внимание, правильный ответ. Господин Герчиков, вы же спортивный комментатор, да? Так получилось. Традиция сохранилась еще со времен Эллады, где спорт, искусственное развитие противопоставляли природе, естественному развитию. Тогда и решили бегать против движения тени в солнечных часах. А мы сегодня, посмотрите на экран. Наблюдаем в спортивных состязаниях бег против часовой стрелки. Не обращали внимания господин Герчиков в своих комментариях против часовой стрелки спортсмены бегают. Госпожа Мазурова, я вас поздравляю, прекрасный вопрос. И 1-0 вы приносите первое очко команде телезрителей в сегодняшней игре. Спасибо, госпожа Мазурова. Каждый телезритель, чей вопрос выиграет сегодня Сантаков, получит приз. 1 миллион рублей. И первый выигрыш получает госпожа Мазурова, как мы уже узнали. Уважаемые телезрители, присылайте свои вопросы по адресу 22 00 50, город Минск. Абонентский ящик «Что, где, когда». Выигрывайте у знатоков и зарабатывайте деньги своим собственным умом. А в зимних играх страховая компания BNB Insurance гарантирует, все телезрители, чьи вопросы лежали на столе, но не сыграли, получат выплату по страховке в размере 500 тысяч рублей. Ведь BNB Insurance искренне ваша страховая компания. Интересы телезрителей защищает генеральный директор страховой компании BNB Insurance Борис Медник. Добрый вечер, господин Медник. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Добрый вечер, знатоки. Добрый вечер, господин ведущий. А интересы знатоков защищает заместитель председателя правления МТ-банка Валерий Смолек. Добрый вечер, господин Смолек. Добрый вечер, господин ведущий. Уважаемые телезрители, рад сообщить вам, что пятый год подряд официальным партнером программы «Что, где, когда» выступает именно МТ-банк. Кстати, зимние игры имеют призовой фонд, который составляет 50 миллионов рублей. Это правда, господин Смолек? Да, господин ведущий, правда. МТ-банк уверен, что за кредитными картами будущее, поэтому уже сегодня банк предлагает самый широкий выбор капбрендинговых карт с грейс-периодом до 55 дней и скидками, и бонусами у партнеров. МТ-банк – банк свежих решений. Второй раунд. Уважаемые телезрители, чтобы прислать вопросы нашим снатокам, вы можете воспользоваться в том числе и сайтами. Посмотрите на экраны ONT.by – сайт телеканала ONT и TV-игра.by – сайт нашего клуба. Господин Шведов, чтобы придать вам еще большую уверенность, напомню о правиле помощи клуба. Оно гласит, что если ваша команда проигрывает в счете, как сейчас, вы один раз за игру можете им воспользоваться, и любой человек в клубе, ну, конечно, кроме телезрителя-автора вопросов, сможет помочь вам с правильным ответом. Да, спасибо, господин Вячеславович. Давайте посмотрим на игровой стол. Сектор Столбцы. Против вас играет учитель Леонид Наранович, город Столбцы, Минская область. Добрый вечер, господин Наранович. Добрый вечер, господин ведущий. Господин Наранович, расскажите, а как вам пришла в голову идея этого вопроса? Так получилось, что в том году мы с ребятами писали исследовательскую работу. И натолкнулся на факт. Скажите, сколько у вас времени потратили вы на написание этой исследовательской работы? Где-то примерно около года. Ну, а знатокам за минуту надо будет догадаться до правильного ответа, да? Да. Ох, господин Наранович, ну что ж, посмотрим. Итак, в русской армии особым почетом пользовались солдаты, которые, во-первых, принимали участие в битве при Бородино, во-вторых, принимали участие в битве на Березине, и, в-третьих, дошли до Парижа и участвовали в параде под Триумфальной аркой. Внимание, вопрос. А что говорили про таких солдат? А, б**, 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 б**. Еще хорошо. Еще, давайте еще, скажу, какие-то... Просто дядя его называли. Могли называть вот им конперия, да? Бородино, поражение, ребята, Березина раздрул. Да, понятно. Пошел, пошли, пошли, пошли. Это условно поражение. Еще что, именно за заслуги, если долго шел, если вы золотой ложкой, не знаю, золотой крестом или грудь-крестом. Трижды ветеран, трижды, это вот сам. Грудь-креста, да, в пустах. Нет, ну вряд ли. В те времена служили 25 лет. Старослужащий. То есть он 25 лет и вернулся живой. То есть их долгие, ребят, какое-то такое понятие не может быть. О них, о них. То есть солдаты, которые участвовали во всех этих событиях. Как говорили о них. Так, три, три это самое, не знаю, треугольники какие-нибудь. Три это самое, три единые. Что угодно. Бордино, огонь, Березина, хлебетройные, трупы. Что вы, религияне? Женство я живой, сам будет. Да, согласен. Прошу, господин Шведов, кто будет отвечать? Господин Гробовский озвучит версию. Господин Гробовский, ну, во-первых, добрый вечер. Добрый вечер, господин. Во-вторых, даже если господин Наранович мне скажет быть помягче, я все равно хочу вас предупредить, что это финальная игра. И здесь ответы должны быть, чтобы комар носа, как говорится, не подточил. Поэтому прошу вас. Буду стараться. Что говорили про таких солдат? Про таких солдат говорили, что они прошли огонь, воду и медные трубы. А теперь расшифровывайте. Огонь, то есть битва при Бородино, вода, битва на Березине, соответственно, и медные трубы, проход под Триумфальной аркой в Париже. Господин Наранович, разрешите, я и у вас поинтересуюсь. Есть ли хоть одно слово в ответе господина Гробовска, которое бы не соответствовало правильному ответу? Нет. 1-1. Браво, господин Гробовский, полностью разложили вопрос. По окончании игры компания «Бин-Бин-Шуренс» определит лучший вопрос сегодняшней игры. Автор этого вопроса получит, внимание, 3 миллиона рублей. Господин Медник, а вы могли бы предположить, что именно эта команда будет играть в финале, когда вот в течение сезона мы с вами игры проводили? Но, господин Юрьевич, мы же с вами осуждали, что те, которые будут первой в рейтинге, должны играть в финале. То есть всё по справедливости? Да, конечно. Она оказалась первой в рейтинге. Уважаемые телезрители, хочу напомнить, что и в зимних играх 2013 года наш клуб совместно с юридической компанией «Олейников и партнёры» продолжает практику юридического советника игры. В спорных ситуациях принять верное и всегда справедливое решение мне помогает Денис Олейников, адвокат и старший партнёр компании «Олейников и партнёры». Добрый вечер, господин Олейников. Добрый вечер, господин ведущий. Добрый вечер, уважаемые телезрители и знатоки. Господин Олейников, прогноз на игру дадите? Не дам, господин ведущий. А я могу дать. Хотите? Не хочу. Справедливости нет прогнозов, господин ведущий. Я вот так это знаю. Будет всё справедливо. Вот наш с вами главный прогноз, господин Олейников. Согласен, господин ведущий. Господин Смолик. Да, господин ведущий. Я вот сильно подозреваю, что МТ-Банк в вашем лице обычно никогда не обходится без приятных сюрпризов. Наверное, что-то заготовили. Наверное, и в этот раз что-то заготовили. Да, во-первых, я хочу поздравить с Наскопающим Новым Годом всех игроков, всех зрителей, всех присутствующих в студии и тех, кто смотрит программу, всех клиентов МТ-Банка. И хочу пожелать, чтобы в следующем году у каждого произошло маленькое чудо. Ну и надеюсь, что некоторые смогут совершить это чудо с помощью наших кредитных или депозитных продуктов. В качестве сюрприза и подарка новогоднего, который мы обычно стараемся вручить, мы хотим подарить маленький подарок у МТ-Банка. Обычно мы дарим его команде-финалисту, но в этот раз... Это не маленький, это настоящее подарище, господин. Да, в этот раз я хотел... Знаете, у нас есть такой один из флагманских продуктов МТ-Белки, там очень много орешков. Таким образом, хочу поддержать ум, интеллект наших знатоков. И хотелось бы подарить подарок команде, которая, с моей точки зрения, так же, как и команда Федора Шведова, заслуживала сегодня сидеть за столом, но им чуть-чуть не хватило. Но это команда, которая в финальной серии чуть не совершила чудо и чуть не выиграла 6-0 с игры. Это команда Алены Повышевой. Ах, вот почему с вами рядом госпожа Повышева стоит. И эта гординка достанется им. Госпожа Повышева, я вас поздравляю, грузите орешки на здоровье. На телеканале ОНТ зимние игры «Что, где, когда». Финальная игра, счёт 1-1. Третий раунд. Уважаемые телезрители, совместно со страховой компанией «Битминшуренс» мы продолжаем поощрять тех из вас, кто пришлёт нам свой видеовопрос. Если ваш видеовопрос прозвучит в эфире, вы получаете в сезоне 2013 года, независимо от результата раунда, дополнительный 1 миллион рублей, как частенько уже происходило. Видеовопросы присылайте по адресу 22 00 50 город Минск, абонентский ящик «Что, где, когда». Господин Шведов, ваша команда своей игрой открывала этот сезон. Будет играть вода-боль-баш. Вы играли первую отборочную игру весенней серии. В самых смелых своих мечтах думали ли вы, что и закрывать сезон, играя в финале, будет именно ваша команда? Ну, честно. Ну, скажем так, думать не думал, но очень хотел. Очень хотелось. Вот видите, мечты сбываются, господин Шведов. А этот сектор... Будьте осторожны с мечтами, вдруг они сбудутся. Этот сектор представляет питьевая вода-боль-баш. Вопрос задает начальник отдела стратегического маркетинга Алина Жук. Здравствуйте, госпожа Жук. Здравствуйте, госпожа Жук. Госпожа Жук, вот признайтесь честно, нас просто в редакционной почте часто спрашивают. У вас прям вся компания, у вас конкурс на лучший вопрос для что, где, когда? Как вообще это происходит? Вот сектор-боль-баш, как он наполняется вопросами? Сколько вопросов пишут ваши сотрудники? Ну, довольно много. Ну, и отбирается только лучше, я так понимаю? Ну, отбирается, во-первых, лучше в рамках компании. А во-вторых, ну, видимо, вашей декористской группой отбираются некие вопросы. Безусловно, безусловно. Госпожа Жук, я почему спрашиваю, потому что от вас много вопросов, и это я, господин Герчиков, не просто так упомянул, а потому что сегодня в секторе буль-баш-блиц. Три вопроса по 20 секунд обсуждения на каждое. Чтобы получить очко в этом раунде, вы должны правильно ответить на три вопроса подряд. Господин Герчиков, бойтесь, когда рядом с вами присаживается на стульчик красивая девушка. Разведчик красивую женщину должен игнорировать, когда он на работе. Господин Герчиков, я не понимаю, почему мне не надо поедать? Компания Бульбаш поздравляет всех с наступающим годом лошади и желает всего самого наилучшего. Внимание, вопрос первый. Что советует построить русская пословица, прежде чем покупать коня? Тишина, тишина, господа, 20 секунд. Кто отвечает? Я отвечу, господин Герчиков, озвучу кому одну версию. Мы считаем, что русская пословица, прежде чем покупать коня, советует построить конюшню. Госпожа Жук, это был правильный ответ? Да, это был правильный ответ. Тогда продолжаем. Блиц, вопрос второй. Господин Шведов, русская пословица утверждает, «Не бывает хорошего коня без седока, а хорошего человека, без кого же не бывает хорошего человека?» Без друга, без ребенка, без бога, без жены, без бога, без наставника. Так, он управляет конем. Без царя в голове. Без царя в голове. Ну что, выбираем, что? Что, русская? Без кого? Без царя в голове. То есть кто-то управляет родители, кто-то управляет родители. Тишина, тишина. Господин Шведов, правильная версия звучала. И от того, кому вы сейчас дадите отвечать его версию, зависит, продолжим ли мы играть в сектор Блиц. Ну уж быстрее решайтесь. Да, да, Сергей Капустников будет отвечать. Господин Капустников. Итак, «Не бывает хорошего коня без седока, а хорошего человека не бывает без царя в голове». То есть без интеллекта. Мы играем в интеллектуальные игры. Я думаю, что это распространяется и на поговорке. Внимание, правильный ответ. «Не бывает, господин Капустников, хорошего коня без седока, а хорошего человека не бывает без друга». Ах, господин Капустников, не продавили вы вашу версию. Госпожа Жук, я вас поздравляю. 2-1 в пользу команды телезрителей. А госпожа Жук зарабатывает 1 миллион рублей. Уважаемые телезрители, не сомневайтесь, выигрывать у «Знатоков» можно. Присылайте к нам свои вопросы, мы ждем. А я напомню, в зимних играх также принимали участие команда Сергея Буяна, команда Алены Повышевой и команда Андрея Супрановича. Господа капитаны, попрошу в этот раз всех вас помочь господину Смолику в определении лучшего знатока игры. Договорились? Несмотря на то, что рядом с господином Смоликом находится госпожа Повышева, я уверен, что он прислушается ко всем версиям. Четвертый раунд. Господин Шведов, отличается чем-то игра, когда авторы вопросов сами присутствуют в студии? Да, конечно. Очень приятно таких симпатичных умных людей рядом с собой участвовать, кроме команд. Ну а вы же понимаете, что они сейчас за вашей спиной стоят и, небось, вам поражения жаждут? Ну, я долгое время сам был зрителем. Я почему-то всегда желал победы командам. Я надеюсь, что... Это вы потому что хороший и позитивный человек, господин Шведов. Безусловно. Спасибо, господин Ильич. Давайте посмотрим на игровой стол. Борисов. Господа, против вас играет кладовщик Вадим Лепехо. Город Борисов, Минская область. Здравствуйте, господин Лепехо. Здравствуйте. Господин Лепехо, скажите, а вот вы к нам один вопрос посылали на передачу или сразу несколько? Много. Много посылали. Но вы же у нас первый раз играете, да? И сразу в финале года. Да, повезло. Повезло. Вот господину Шведову, видите, мы только что обсуждали, точно так же примерно повезло. Первый сезон и сразу в финале года. Внимание, вопрос. Что хотел продемонстрировать императрица Анне Иоанновне, кабинет министр Артемий Волынский, когда на одном из заседаний вынес поднос, на котором стояла чарка с водкой и лежали пять караваев хлеба. Ну, люди, это из чарка водки, можно переместить из зерна, чтобы было пять караваев хлеба. Так, послушайте, если человек напьется, то он не сможет собрать хлеб вот на вот это вот. Хорошо, давай второй. Ребята, типа как одним, что можно накормить, а по чаркам, если бы продемонстрировать императрица. Вы предложили, что это чарка вместо, либо стоимость такая. Налоги тогда не начали взимать с водки, в принципе, с Анне. Я же повернусь, что это из зерна, как пять караваев хлеба. Это мы не росте. С тех пор политика повернулась. А вообще в другую область давайте. Ребята, не может быть, что реально, что одно чарка водки народ может схватить вместо пяти хлебов. То есть как одной накормить там. Нет, нет, нет. А вот не росте, за здоровую экономику. А может быть, экономика повернулась в нездоровую сторону. Так он тоже не... Хотя лучше, хотя лучше. Что я отвечаю? Про то, что получается? Да, да, про то, что получается, если что, по цене. Ну, если вдруг, точнее. Господин Шведов, о чем вы там кулуарно договариваетесь? С госпожой Бейнер договариваюсь о том, что она будет озвучивать свою версию замечательную о водке. Госпожа Бейнер. Ну, вам как врачу-рентгенологу, конечно. Прошу. Ну, было, на самом деле, несколько версий. И все такие довольно экономически оправданные. Ну, возможно, для того... Ну, из вот этих вот, из зерна, которое пошло на эти пять короваев хлеба, получается чарка водки. И вместо того, чтобы люди ели и дальше там, вот, так сказать, вели здоровый образ жизни, люди голодают и спиваются. Ваш ответ понятен. Внимание, правильный ответ. Господин Лепихо, ну как, врач правильно ответил на этот экономико-медицинский вопрос? Да, совершенно. Госпожа Бейнер, это правильный ответ. Спасибо, господин Лепихо. Мудрый кабинет министра Артемий Волынский хотел бы показать, что для изготовления одной чарки нужно столько зерна, сколько для приготовления пяти короваев хлеба. Выпил человек одну чарку, значит, кого-то в стране на четыре дня лишил хлеба. Таким образом, Волынский призывал именно что сократить производство алкоголя. 2-2. Уважаемые телезрители, напоминаем, на наших сайтах унт.бай и твигра.бай вы можете задать интересующий вас личный вопрос любому знатоку нашего клуба. Есть ряд вопросов игроков этой команды. Ну, давайте, госпожа Бейнер у нас, героиня последнего вопроса. Василина, студентка из Минска, спрашивает. Что вы делаете для того, чтобы быть услышанной во время обсуждения? Ну, уж не знаю. Красота присутствует. Могу заплакать в этом, как известно, сила женщины, но не всегда слышат. Не всегда слышат. Возможно, потому что я сижу рядом с капитаном, только это и спасает. Ну, вот сейчас докричались. Или это капитан такой молодец? Нет, это капитан в этот раз молодец. Как вы аккуратно его похвалили, госпожа Бейнер. Госпожа Бейнер, вот Софья из Петрикова интересуется. Поддерживают ли знатоки внутри клуба дружеские отношения? И как это происходит? Может быть, внутри команд, жители одного города или как-то по-другому? Мы здесь, мы один город, мы одна команда. И мы больше соратники, чем соперники. Это моё мнение. Поэтому, ну, наша команда поддерживает хорошего. У нас нет врагов среди наших соратников. Мы поддерживаем всех. Давайте, будем. Так и будем. Госпожа Бейнер, какой вы хороший человек. А ведь я подозреваю, что после того, как вы выиграли решающий раунд, враги начали появляться в клубе. Потому что вы перешли дорогу другим командам в финал года. Но вот господин Буян, например, стоял, вообще на нём лица не было после вашей феноменальной победы. Господин ведущий, я вам не верю. Игра назад и сказали, что клубное зло. Надо поддерживать. А, вот выход из контекста. Я понял. Хорошо. Я хочу напомнить, что по традиции нашего клуба лучший знаток каждой игры получает приз – книгу. Господин Смолер, у вас сюрпризы ещё не закончились? Да, сюрпризы не закончились. Мы решили, что программа новогодняя. С каждым годом мы всё глубже и глубже шагаем в 21 век. Поэтому в этот раз лучший игрок игры вместо книги получит вот такой вот волшебный планшет от МТ-банков, который может использоваться и как электронную книгу, и как компьютер, и как средство связи, и многое другое. Прекрасный приз, господин Смолик. Я уверен, что тактифики ещё более активно будут пытаться отвечать на вопросы. Пятый раунд. Хочу напомнить нашим телезрителям состав команды, играющей в финале года. Это Юлия Бейнер, Евгений Гробовский, Евгений Зайцев, Сергей Капустников, Дмитрий Герчиков и капитан команды Фёдор Шведов. Господин Смолик, ну счёт равный, игра такая прям идёт нос в нос. Может быть, что-то подсказать хотите господину Шведову? Господину Шведову ничего подсказывать не нужно. За этот небольшой период, когда он стал капитаном клуба «Что, где, когда?», я думаю, что он уже всему научил. Это мы проверим именно сегодня на финальной игре. А против господина Шведова с командой играет Гродно. Против вас играет, к сожалению, не приехавший по причине пошатнувшегося здоровья, пенсионер Георгий Первухин из Гродно. Но эти аплодисменты в любом случае господину Первухину за то, что он написал вопрос, достойный финала зимних игр. Спасибо. Итак. Посетив южный испанский город Кордова, писатель Илья Эренбург был крайне удивлён тем, какими кривыми и извилистыми оказались узкие улочки старого города Кордовы. Внимание, вопрос. А с какой целью опытные архитекторы выбрали именно такую планировку улиц города, если свободного места, в принципе, у них было предостаточно? Тень! Тень! Чтобы было в любое время дня! Кривые лица обычно в Москве, допустим, делали, чтобы не распространялся пожар. Чем поможем? Может, чтобы не было природы до воды, которая сбывала? Для обороны с Маврами, на самом деле, воевали, может быть, чтобы прочие баррикады были? Нет, с Маврами, с Витрами, с другой траекторией. Ребята, южный город Приморский, значит, может, Витра на самом деле. Чтобы не Хардулова, чтобы больше было по Итру, поговорят. Ну, это хорошо, все эти люди ходят. Павки, доверки, так далее. Серёга, как кривые улочи, и улицы этому помогают. Давайте ещё раз про войну прокачаем. Говорят, что на самом деле строили лабиринты, чтобы не было сложнее, чтобы не было сложнее. Обязательно заблудился, из чужака было видать, что всегда спрашивал за руку. Обычные архитекторы уже было, были. Жарко там, все съезды там постоянно. Президент был уже. Опытный архитектор, тень, 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 тень. Опытный архитектор, тень. Много остального было, всё остальное, под остальное свободное пространство подходит. Можно было использовать. Тишина, тишина. Господин Шведов, кто отвечает? Ясновли Евгений Гробовский. Прошу, господин Гробовский. Мы полагаем, что опытные архитекторы таким образом строили город, чтобы в любое время дня можно было найти какое-то затенённое место и отдохнуть в тени. Поскольку это, как вы нам сказали, южный город, солнце там палящее. Даже есть такая традиция у испанцев, как сиеста, когда в самое жаркое время суток все отдыхают и с дому стараются не выходить. 3-2. Господин Гробовский. Вашу пользу. Это правильный ответ. Господин Гробовский. На телеканале ОНТ зимние игры «Что, где, когда». Финальная игра. Счёт 3-2 в пользу команды Фёдора Шведова. Мы начинаем шестой раунд. Господин Гробовский, а ведь это, по-моему, вы на первой же секунде как-то и по поводу тени на улочках и закричали, да? А вы бывали в Кордове или как-то вас сразу осенило? Неподалёку был. Отдыхал на южном побережье Испании. А что, а вот скажите, вот даже интересно, во многих испанских городах вот такие кривые улочки или это именно особенность Кордовы? На самом деле, да, это, наверное, особенность всех южных городов Испании. То есть это просто нам, так, телезритель именно про Кордову писал вопрос, а хитрый господин Гробовский и многопутешествующий догадался до правильного ответа. Давайте посмотрим на игровой стол. Так, пустой сектор, по стрелке Минск. Против вас играет ученик Андрей Воробьёв, город Минск. Ну, тут двойные должны быть аплодисменты. Видите, господин Воробьёв даже с травмой до нас добрался. Господин Шведов, а почему эта травма имеет такое большое значение, вы сейчас узнаете. Ох! Этот вопрос снят нашим телезрителям. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые изнатоки. Перед вами обычный ремень. За минуту догадайтесь, как, захватив оба конца ремня руками, завязать на нём узел, при условии, что отрывать руки от ремня и перехватывать концы ремня в процессе завязывания нельзя. Вам вопрос понятен, господин Шведов? Да, господин Воробьёв. Еще раз. Понятен. Минута. Можно взять кулак его. Нет, концы ремня. Ребята, знаете, в чём дело? Может быть, выворачивают лопатки. Как-то одну руку нужно... Через себя и... Вот так вот нельзя это сам взять. Можно. Ничего не получится. Можно на секунду сюда. Давай, давайте. Думайте, 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 думайте. Чтобы завязать... Нет, слушайте, не отрывай руки. Еще раз, как что? И нельзя перехватывать. И нельзя перехватывать. Слушай, а изначально захватывать, если его как-то за спиной, вокруг себя обмотать, допустим, ребят? Ну, не банальный какой-то. Просто выйдите, умертим. Дальше, дальше, дальше. Дальше, дальше. Ребята, я не знаю, над ним образно. Пробуйте. Ребят, что еще как-то... Руку на подвязке. Еще раз. Слушай, если руку вот так, вот так вот можно обмотать? Женька, вот так возьми, как веревку. Вот, да. Чем поможем? Нет. Ну, перебирай вот такого плана. Травма не просто так. Это для мёгу. Обмотать и вытянуть конец. Руку положи, может, сразу вытянуть конец попробовать. Почему-то... Один конец не отпускаешь, обматываешь. Да вот я говоришь, что как-то так... Смотри, какую-нибудь перевязку. Серьезно, травма. Так, ну что, тишина, тишина. Господин Шведов, вам сейчас надо выбрать не самого умного, а самого рукастого. Ха. Кто это будет? Евгений Зайцев попробует завязать его. Господин Зайцев у вас. Или, по крайней мере, сказать, как это делается. Ну, что ж сказать, надо продемонстрировать. Рискну предположить, потому что идея пришла ко мне в самый последний момент. Прошу. Значит, если мы попробуем этот ремень одеть вот таким образом, перехватить его... Ну, ребёнку это сделать, конечно, проще. Перехватить его противоположными руками и перетянуть через голову, то мы совершенно со спокойной душой сможем завязать. А у вас узел получился? Да. Пожалуйста, извините. Разве нет? Так, давайте, значит, с этого места поподробнее. Господин Зайцев, развязывайте узелок. Так. Теперь без текста. Делайте как надо. Итак, ещё раз. Давайте соблюдать исходные условия. Вам надо было догадаться, как оба конца руками, захватив ремня, завязать на нём узел, при условии, что отрывать руки от ремня и перехватывать концы ремня нельзя. Прошу. Просто, понимаете ли, мой танец, моя талия несколько больше, чем талия этого ребёнка. Значит, вот мы взяли этот ремень, вот он вытянулся, совершенно со спокойной душой, мы его завязали. На руку завязали. Господин Олейков, я вам рекомендую внимательно там изучить, как там завязано ремень у господина Зайцева. Ну, есть вопросы. А внимание, правильный ответ. Ещё раз говорю, к сожалению, господин Воробьёв у нас сегодня с травмой, поэтому внимание на экраны. Внимание и ответ. Это можно сделать лишь в том случае, если предварительно образовать узел с крещенными руками. Только после этого захватываются концы ремня и руки возвращаются в нормальное положение. При этом образуется желаемый узел. Вот это был правильный ответ. Ну, господин Воробьёв, ваш звёздный час. Понятно, что вы сейчас не можете сами проверить, так сказать, как это сделать через талию. Ваш ответ вот такой, а господин Зайцев нашёл такой, ну, на три четверти, можно сказать, способ, как это сделать по-другому. Господин Воробьёв, как вы считаете, знатоки догадались, как узел завязать? Или всё-таки ваша версия единственная правильная? Каково ваше мнение? Честно говоря, я нашёл именно такую версию. Но решать, конечно... Вы, господин Воробьёв, не вспомните, что там господин Зайцев злобно вам улыбается, сидя напротив. Господин ведущий. А господин смотрит. Мне просто не очень видно было с моей камеры, как там господин Зайцев со себе талию мерил. Ну, вот как это... Да, давайте мы, знаете, что сделаем? Давайте мы сделаем следственный эксперимент. Я думаю, а господин Олейников меня поддержит. Мы возьмём кого-нибудь чуть потоньше, чем господин Зайцев и попытаемся повторить. Получится узел? Ну, значит, наверное, нашли способ. Не получится узел. Господин Смолер, то, что вы защищаете из знатоков, здесь мысль понятна. Господин Медник, вы находитесь в студии, вы, как нам, недалеко от господина Зайцева. Вот как вы считаете, мы можем разрешить пройти ещё раз на эксперимент? Господин Воробьёв, на самом деле нет смысла делать эксперименты. Смотрите, руки не отрывали? Не отрывали. Не перехватывали? На то, что видел я, не перехватывали. Узел получился? Вот это я не знаю как раз-таки, это самое главное. Слата мы не видели. Как не видели? Узел на руке, Жень. Было условие, на руке он или не на руке. То есть мы видели узел, мы видели, что никто ничего не перехватывал. С моей точки зрения, господин ведущий, наверное, где-то что-то очень похожее на ответ получилось. Ну, раз уж защитник интересов телезрителей говорит, что похожий на ответ, господин Воробьёв, я предлагаю сделать следующим образом. Добрый дядя Боря Медник, который стоит напротив вас сейчас и засчитывает ответ телезрителям, вам выплатит компенсацию в размере 1 миллион рублей. Я думаю, что господин Медник не будет против этого возражать. Давайте всё сразу начало, я чувствую. Ну, как будто бы всё-таки знатоки-то в суть вопроса не прошли. Поэтому я предлагаю, чтобы компания BIMB Insurance и господин Медник в вашем лице выплатила компенсацию телезрителю. Знатоки-то по-другому придумали ответ? Как будто бы он выиграл этот раунд, а очко мы присуждаем команде Фёдора Шведова. Это компромиссное решение, конечно, оно хорошее, правильно? Оно хорошее? Да. Господин Воробьёв, и это ещё не всё. И дополнительно от компании BIMB Insurance вам ещё 1 миллион за видео вопрос. Я вас поздравляю, вопрос прекрасный. А счёт 4-2. Это очко зарабатывал находчивый Евгений Зайцев. Вот такая у нас весёлая физкультурная разминка получилась. А сейчас, внимание! Судьба главного приза зимних игр 2013 года определится уже сегодня. Если в финале победят знатоки, то лучший игрок этой команды получит большую хрустальную сову и денежный приз в 10 миллионов рублей. Если же сегодня победят телезрители, то большую хрустальную сову и 10 миллионов рублей получит лучший игрок команды телезрителей, автор лучшего вопроса сегодняшнего финала. Седьмой раунд. Ну, давайте несколько слов. Вот с господином Буяном пообщаемся, давайте с господином Сопрановичем пообщаемся. Господин Сопранович, вот, собственно, на вашей игре решалось, кто же из команд выйдет в финал, вы или господин Шведов. А как вам сегодняшняя игра? Как? Вы командой играете или просто наблюдаете? Да, да. Какой у вас счёт? Такой же, наверное. Где-то в районе 4-2. Да. То есть госпожа Рабкина бы без проблем с ремнём разобралась? Я уверен, что госпожа Рабкина разобралась бы с любым вопросом. Бабеничи. Именно поэтому вы себе сейчас очко приплюсовали? Вот интересно мне, я про ремень вас прошу. На самом деле мне эту задачку загадывали, но я отвечал на неё полчаса. Но сейчас бы ответил быстрее, конечно. Ага, о, видите, не повезло, что он не на вашей игре выпал. Тем более, конечно, да, до финала немножко не хватило. Но вернёмся в игру. Сектор Бабеничи. Против вас играет ученица Мария Поиграй. Агрогородок Бабеничи, Витебская область. Здравствуйте, госпожа Поиграй. Здравствуйте. Госпожа Поиграй. Ну, вы-то не стесняйтесь там, если надо. Следите за порядком за столом и за подсказками, хорошо? Вопрос у вас красивый. Зал может ринуться подсказывать. Счёт 4-2 в пользу знатоков. Следите. Хорошо. Жителям Крайнего Севера регулярно приходится совершать длительные поездки на оленях. Даже во время полярной ночи. Внимание, вопрос. А для чего во время таких путешествий предусмотрительный оленевод периодически останавливается, спускается с упряжки, делает в снегу лунку и погружает в неё руку? Отогреть, там теплее. Может быть, мух достаёт для оленя? Посмотрите, насколько снег глубокий. Насколько глубокий, чтобы покормить оленей? Какой он? Говорили, какой он? Не смотри, делайте снегу лукую. Посмотрите, там лёд или не лёд. Секундочку, земля там или лёд? Если он это самый, то чтобы не выехать, не переехал ли он, не вплывал в море. Как же, если ягерь не будет, но ягерь не будет на воде. Наск не видит. А оленя очень долго едет. Что ему нужно? Посмотрите, посмотрите, ребята, посмотрите. Посмотрите, посмотрите, ночёвку где устраивать, там, где олени могут развестись. Да, 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 проверим. Периодически. Ну, я думаю, они едут несколько дней. Чтобы распрячь оленя, чтобы он мог покормиться. А почему периодически? Вижу к этому запрещенную ягерь. И вещали, и вещество для ночёвки. Полярная ночь, это не видно просто. Либо темно, либо время определяет. Проверять? Да, да, да. Господин Шведов, минута окончена. Да, господин ведущий. Кто отвечает? Я сам попытаюсь ответить на этот вопрос. Прошу. Такой детский вопрос, в общем-то, несложный. Так-то да. Для детей он, конечно, несложный. Мы считаем, что предусмотрительный львот периодически делает остановки полярной ночью. Делает лунку и засовывает руку, чтобы посмотреть, что находится под снегом. Лёд, либо мох. Так. Для того, чтобы не выехать на лёд, и если на льду остановиться, чтобы отдохнуть, оленю нечего будет кушать. Потому что олень разгребает копытами снег и кушает ягель. Если это произойдёт на льду, ему кушать, в общем-то, будет нечего. Логично. Ну, либо лёд проломится. Внимание, правильный ответ. Мария, расскажите, пожалуйста, где вы вычитали такой факт? Вот уже можно, уже рассказывайте. Ну, мне посоветовала бабушка. А бабушка откуда знает? Она жительница Крайнего Севера у вас? Нет, бабушка учитель географии. Ах, вот оно в чём дело. Опять? Опять? Господин Шведов, что у вас по географии было в школе? Так-то пять, наверное, было. Натянули, судя по всему, немножко отметочку. Что на что непонятно. Вот, господин Шведов, очень логичный ответ. Послушайте. Среди бескрайних снегов определить верное направление движения бывает довольно сложно. То есть вы как бы суть поймали вопроса. Поэтому ещё осенью оленеводы запоминают, в каком направлении ложится под снег трава. А зимой укрытая снегом трава служит своеобразным компасом, ориентиром. Куда именно нужно двигаться? Госпожа, поиграй. Прекрасный вопрос. И один миллион рублей вам. 4-3. Господин Шведов, я думаю, что после такого вопроса не мешало бы вам передохнуть. Я возьму чайную паузу. Да, конечно. Учебник географии, если можно, сейчас срочно. Уважаемые телезрители, гости студии, я напоминаю, что в этом сезоне среди истинных знатоков модно пить чай Кёртис. Чай Кёртис, лучше, чем десерт. Кёртис, яркий вкус. Господин Шведов. Да, господин ведущий. По установившейся доброй традиции, как мы выяснили с господином Супрановичем две недели назад, мы во время чайной паузы ещё и музыку слушаем. Готовы? Да, не помешало бы, конечно. Давайте музыкальную паузу и возьмём. Музыкальная пауза. По перелугам родит лето, солнце льётся прямо с крыш. В потоке солнечного света у киоскопы стоишь. Блестят обложками журналы, на них с восторгом смотришь ты. Ты в журнале увидала королеву красоты. А я одной тобой любуюсь, и сама не знаешь, что, что красотой затмешь любую королеву красоты. И даже сам я не заметил, как ты вошла в мои мечты. Ты милей всех на свете, королева красоты. С тобой связан навеки я, ты в жизни счастье, любовь моя. Красавец видел я немало, и в журналах, и в кино. Но ни одна из них не стала, лучше милой всё равно. Я иду к тебе навстречу, я несу тебе цветы, Как иди звеной на свете, королеве красоты. С тобой связан навеки я, ты в жизни счастье, любовь моя. По переулкам пройдет лето, солнце лето прямо скажешь. В потоке солнечного света, у киоска ты стоишь. Я иду к тебе навстречу, я несу тебе цветы, Как иди звеной на свете, королеве красоты. Как иди звеной на свете, королеве красоты. Как иди звеной на свете, королеве красоты. Юрий Селезнёв и Липницкий шоу-оркестра на финале «Что, где, когда». Восьмой раунд. Господин Шведов, ну что же вы так с крайним-то севером, скажите? Ну, господин ведущий, я люблю экстремальные виды спорта, но на крайнем севере еще не бывал, теперь буду знать. Ну, попределиться, раскопался, посмотрел, куда идешь, и все хорошо. Конечно, конечно. Полезное знание, на самом деле. Единственное, вам надо туда два раза съездить. Сначала осенью запомнить, куда трава легла в момент замораживания, и уж потом, зимой, тогда уже точно можно будет ориентироваться. Местных можно спросить, в принципе. Это да. Знание очень полезное. Ох, как волчок, сектор Ганцевичи перепрыгнул. И это означает, что против вас будет играть Лида. Против вас играет пенсионерка Валентина Мазурина, город Лида, Гродненская область. Здравствуйте, госпожа Мазурина. Здравствуйте, господин ведущий. Скажите, вы там на просторах Гродненской области с господином Шведовым не встречались ранее? Еще нет. Ну вот видите, у нас в клубе зато повстречались. Да. Госпожа Мазурина, скажите, пожалуйста, а вот вы как-то отдельно изучаете историю Франции или вот что-то еще? Почему именно про Францию вы вопрос к нам прислали? Или читали книгу какую-то соответствующую? Как это происходило? Читала много литературы, да, и так получилось. И не только про Францию. Были вопросов, я прислала много, и было много интересных. Именно из книг, потому что с интернета, я думаю, знатоки вопросы черпают и знают больше. Но вы знаете, в этой команде как раз универсальная ситуация, потому что я уверен, что господин Герчиков активно в интернете, как вы говорите, подчитывает все. А вот, например, господин Капустников на отборочной игре этой команды нам как раз рассказывал про то, что он именно книги читает. Ну что ж, посмотрим, совпадут ли знания книг в этот раз. Служители Кафедрального собора французского города Руана никогда не производили, не хранили и не продавали масло. Внимание, вопрос. Почему же одна из башен этого храма называется Масляная? И на какие средства она была построена? Слушайте, а деньги не могли они как-то хранить? Не хранить, а как банки? Купцы, которые торговали маслом, налогу по счету. Хорошо, дальше. Может, там похоронен кто-то? Могли, слышишь, они с деньгами никак не работали, как анекдот про банкировки. Роспись могла масляными. А масляными, масляными роспись тоже хорошо. А начали средства. Именно башни, ребята, тут немаловажно. Это какие деньги? Оливки, еще масло, еще давай. Давайте покачаем. Руан, это какая часть Франции? Это что? Подожди, а какое масло? Коровые, что-то спрашивали. Сливочное, оливковое, подсолнечное. А с коровой, в ременьки, ничего не сажда. Масляничная неделя. Ребята, может, там проходила какая-то церемония. Они не могли делать цемент на масле. Есть вот это в католическом. Нет, помазали маслом. Нет, помазали маслом. Реемся. Ребята, что берем, пожертвования или все-таки там? И как раз во время этого сборы, которые, знаешь, проносят деньги. Это время с этим хорошо. Да я просто... Тишина, тишина. Господин Шведов, кто отвечает? Господин ведущий, версий было много. Они различные. Поэтому я уж не помню, чья это версия. Попытаюсь выбрать. Я озвучить эту версию. Вы будете отвечать? Да, господин ведущий. Госпожа Мазурина, вы не против, так как это многоверсионные вопросы, знатоки иногда просят, а я им разрешаю повторить им вопрос. Вы не возражаете, если я им повторю, или пусть отвечают? Повторите. Хорошо. Итак, господин Шведов, это я просто к тому, чтобы вам было легче выбрать. А, давайте. Служители Кафедрального собора французского города Руана никогда не производили, не хранили и не продавали масла. Но одна из башен этого храма называется Масляная. Так вот, был вопрос, почему она так называется и на какие средства она была построена? Господин ведущий, мы считаем, что она была построена на пожертвования, и на пожертвования непосредственно тех людей, которые занимались торговлей маслом, либо производством масла. Поэтому она и называется Масленичная. А в чем здесь, так сказать, красота вопроса, что, где, когда? Ох, красота, что конкретно вот эта гильдия купцов пожертвовала. Внимание, правильный ответ. Госпожа Мазурина, может быть, вы сами озвучите правильный ответ, или мне это сделать? Зачитайте. Давайте, зачитаем, без проблем. Господин Шведов. Да. Ну вот, Масляная, не просто ж так. С древних времен, во время Великого Поста, католикам было запрещено употреблять масло. Церковники продавали индульгенции, разрешение на употребление масла в пост, и на эти деньги построили башню собора, которую назвали Масляной. 4-4. Госпожа Мазурина, я вас поздравляю, один миллион рублей за этот вопрос по праву ваш. Господин Шведов, обидный вы вопрос упустили, я считаю, это надо было отмечать. Да, прошу. Уважаемые телезрители, сегодня у нас в гостях заместитель министра образования Республики Беларусь Виктор Викторович Ягжик. Добрый вечер, господин Ягжик. Добрый вечер. Господин Ягжик, я считаю, попросту прекрасной, на мой взгляд, традицией Министерство образования дополнительно поощряет детей авторов лучших вопросов. Какое поощрение в этот раз у вас заготовлено? Я с удовольствием констатирую возрастающий интерес к интеллектарным играм среди школьников. В уходящем году более 100 турниров среди школьников было проведено в различных регионах страны. Я, насколько я знаю, рекордное количество вопросов от школьников поступило в адрес. Да, абсолютно верно. Ваш адрес. Поэтому, с учетом того, что мы обещали что-то новое в конце прошлого года, в этот раз приза будет не один, а два. Приз традиционный, путевка в наш образовательный строительный центр Зубренок, но путевки две. А все потому, что победителя два. Вы видите разнообразные вопросы наших школьников. Там и интеллект, и вот головоломка сегодня была. И, конечно же, логика. Но, конечно, есть вопросы с юмором и, я бы сказал, с житейской мудростью. Это вопросы, я считаю, это вопрос братьев Антона Алексея Сафоновых, учащихся 7 класса города, средней школы города Мстиславля. И им будут вручены путевки в образовательный центр Зубренок. Так. Это прекрасно. Это прекрасно. И я знаю, что вы даже свой знак отличия какой-то придумали дополнительный, кроме путевок. На путевке, конечно, на одну из летних смен. Да. А знак отличия у нас традиционный. Это хрустальный зубр. Вот этот хрустальный зубр. Господа Сафоновы, Алексей и Антон, я вас поздравляю, не менее чем господин Ягжих. Вы большие молодцы. Спасибо. А вот кто будет мне рассказывать, Алексей или Антон? Как вы вообще к этому, к этому вопрос писали? Ну, давайте Алексей и я. Давайте Алексей и вы. Господин Сафонов, я тогда напомню просто знатокам и телезрителям, что это лет, в летней серии игр прозвучал на игре Андрея Супрановича. Вопрос, который мы признали лучшим вопросом по поводу крестьянина и двух петухов, которые грелись друг об друга и поэтому прекратили ругаться друг с другом. И вот и вы тоже близнецы. Это вы специально такой вопрос прислали? Ну, нет. Как так получилось? Мы искали в книжках с бабушкой. Ну, и начали наткнулись на этот вопрос. Потом посоветовались и решили отправить его. Уважаемые братья Сафоновы, я вас поздравляю. Спасибо. Целое министерство образования обратило на вас внимание и премировало путевкой в зубрёнок. Спасибо, господин Ягжик, и вам. За ваше начинание, за поддержку нашей талантливой молодёжи. Это очень важно. Господин Ягжик, вам хорошего просмотра. Вы сегодня за кого переживаете всё-таки? Вот за телезрителей школьников или за знатоков? Я думаю, что и за тех, и за других. Бедный вы, господин Ягжик, за всех переживаете. Господин Ягжик, в 2014 году продолжаем? Продолжаем, конечно. Ну, тогда давайте на первой игре 2014 года объявим, какие призы будут ждать телезрители в 2014 году. Хорошо. Ну, а мы продолжаем. Девятый раунд. Сосредоточенная и настроенная. Не хочется даже никого отвлекать. Ну, разве что господина Зайцева. Да, это помню ещё. Господин Зайцев, а как вам в последнюю секунду пришла идея с этим ремнём? Вот он мне всё покоя не даёт. Ведь я почему вам в итоге засчитал ответ, если честно? Потому что вы-то сделали правильную вещь, вы перекрестили руки в итоге, да? Собственно, это и есть фабула и суть правильного ответа. В своё время занимался математической топологией, и что-то подобное в математической топологии встречается. Вот и пришло. Господин Зайцев, давайте посмотрим на игровой стол. Я хочу понять, какой сектор будет играть. Будет играть сектор Супер Блиц. А я вот хочу, чтобы вы расшифровали для наших телезрителей словосочетание «математическая топология». Ну, прежде всего, это связано с искривлениями, возможностями пространства и так далее. А, то есть вы так искривились, и у вас узел получился, да? Я понял. Итак, сектор Супер Блиц – это три вопроса по 20 секунд обсуждения на каждой. За столом должен остаться один человек. А сегодня в секторе Супер Блиц все вопросы для вас подготовила ветеринарный врач Раиса Езерская, городской поселок Рассоны, Витебская область. Госпожа Езерская, присаживайтесь. Здравствуйте. Господин Шведов, чтобы получить очко в этом раунде, вы должны правильно ответить на три вопроса подряд, один из игроков вашей команды. Кто это будет? Сегодня ведущий, ну вот по игре мы посоветовались, и, так сказать, жертва согласилась. Это будет Евгений Гробовский. Господин Гробовский, ну прямо уже жертва. Может быть, наоборот, талант. Команда покидает свои игровые места. Покажите мне, да, мне показывают общий план стола. За столом действительно остается, но, правда, не один. Мы тут немножко нарушаем правила. Два человека за игровым столом у нас. Это, собственно, сам господин Гробовский и госпожа Езерская. Госпожа Езерская, скажите, а вот все вопросы Супер Блиц, это будут загадки. Я думаю, мы можем Евгению про это рассказать. Скажите, а вы нам вообще много загадок писали? Вот прям вот три этих, и сразу три все, или в Супер Блиц попали? Нет, восемь. Восемь. Потому что, знаете, некоторые зрители думают о том, что надо прям сразу написать, что это три вопроса для сектора Блиц или Супер Блиц, и высылают нам три вопроса сразу. Вот я и хочу, чтобы вы своим продуктивным опытом поделились, как это было. Ну, написала восемь вопросов, три из них выбрали. Это прекрасно. Это прекрасно, госпожа Езерская. Ну что ж, внимание, загадка первая. Короткая, господин Гробовский. На одной яме сто ям. Что это? Господин Гробовский. На одной яме сто ям. Господин ведущий, я думаю, что это наперсток. А вот госпожи как раз Езерской на пальце наперсток. Это правильный ответ, господин Гробовский. А вы подсмотрели, что там в кулачке спрятано, скажите честно, или догадались? Нет, я догадался. Хорошо. Продолжаем Блиц. Вторая загадка. Еще ни свет, ни заря, согнувшись, пошло со двора. Что это? Прошу, господин Гробовский. Итак, еще раз. Еще ни свет, ни заря, согнувшись, пошло со двора. Господин ведущий, я думаю, что это коромысло. Господин Гробовский. Внимание, правильный ответ. Это... Посмотрите на распорядителя. Коромысло. Это правильный ответ. Видите, какое мы вам коромысло красивое приготовили. Ну что ж, продолжаем Блиц. Загадка третья, решающая. Под липовым кустом метелица метет. О каком это предмете? О каком это предмете? Итак, под липовым кустом метелица метет. О чем это? Здесь у меня две версии. Ну, озвучивайте две и будете выбирать потом. Значит, одна версия это, ну, банальная версия веник, и другая версия веретено. Насколько я помню, именно из липов всегда делали веретено. На ней я остановлюсь. Веретено. Да. Внимание, правильный ответ. Под липовым кустом метелица метет. Это, посмотрите. Это господин Гробовский сито, через которое вот так вот просеивается мука. Сито тоже делалось из липы. Ну, что ж, не догадались. Вы, тем не менее, 5-4 в пользу телезрителей. А я поздравляю Раису Езерскую. Из городского поселка Рассоны, Витебской области. Прекрасные народные загадки. Господа Езерская, приезжайте к нам еще. Мы будем с нетерпением ждать ваших новых вопросов. Десятый раунд. Господин Гробовский, ну как это? Расскажите, супер-блиц в финальной игре года играть. Оказывается, не так страшно, как думал. Не так страшно? Очень обидно сито. Вы знаете, я почему-то считал, что если вы первый вопрос правильно ответите, вот уже войдете, так сказать, в рабочий ритм отгадывателя загадок, то дальше попроще будет. Во многие мудрости многое печаль. Вот не знание бы это точное, что, говорите, но из липы делают, я думаю, думал бы дальше. Согласен, согласен. Давайте посмотрим на игровой стол. У нас, в общем-то, там вопросы уже... Покажите мне, пожалуйста, общий план стола. У нас вопросы сгруппировались таким образом, что, наверное, сейчас вот, ага, всегда по стрелке, получается, будет выпадать следующий вопрос. Но в данном случае это Астрашицкий городок. Повышенные попрошу аплодисменты, потому что после команды Фёдора Шведова играет обладательница Большой хвостами совы 2012 года, ученица Анна Торлецкая. Астрашицкий городок, Минская область. Здравствуйте, госпожа Торлецкая. Здравствуйте. Госпожа Торлецкая, вы много вопросов нам присылаете? Сколько вы ещё будете знатоков мучить своими сложными вопросами, скажите? Ну, я не считаю, что они сложные. Ну, присылала я весной вопросы, но они не были выбраны. Вот этот вопрос был прислан около месяца назад. Около месяца назад. И вот так, прям с корабля на бал, сразу в финал. Ну, господин Шведов, слушайте внимательно. Несколько лет назад в Северной Ирландии, заинтересованной в увеличении потока туристов, была разработана и проведена специальная рекламная кампания. Внимание, вопрос. Назовите через минуту профессию людей, которые в первую очередь получили диски с учебным фильмом, рассказывающим, как прорекламировать Ирландию приехавшим туда туристам. Таксисты, ребята. Таксисты, хорошо. Может быть, я приезжаю? Давайте ещё, кто встречает? Гостиницы. Самолёты. Полицейские. Терроризма, может, это связано с этим? Северной Ирландии, что Сокарли, ребят, с дорожным движением как-то должно быть пройти, нет? Северной Ирландии остров, священники. Прорекламировать страну, уже превышенным туристам? Да, уже превышенным туристам. Северной Ирландии, вообще-то, чё-то там переводчики, но они, в принципе, на английском дальше. Бармены какие-нибудь? Тоже хорошо. В гостинице. Не обязательно, что пойдёт в бар. Кто-то обязательно встречается с туристами. А в гостинице, на ресурсах, да? Пограничники на этом самом, на проверке, на проверке паспортов. Северной Ирландии, обменная бунта. Они уже приехали. Классники, работники, обменники. Ещё раз, терроризм, говорю, не кипит. Нет, нет. Что у них на валюции? У них фунты, как и в Англии. По-моему, лира. Не ошибаюсь. Северная Ирландия была часть. Да, значит, это фунты. Телефонисты. Телефонисты. Те, кто с людьми общается постоянно. Тишина, минута окончена. Господа, второй минуты нет. Кто там всё время говорит? Это не мы. Господин Шведов, кто будет отвечать? Господин ведущий, можем ли мы воспользоваться помощью клуба? Господин Шведов, вы сами понимаете, я не могу принять такое решение, с учётом того, что финальная игра зимней серии. Поэтому уточню... Вы не зря улыбаетесь заранее. Я уточню госпожи Торлецкой. Госпожа Торлецкая, не смотрите в эти преданные глаза, которые сейчас на вас смотрят. Разрешим? Да, конечно. 20 секунд у клуба на помощь команды. Жень, из-за того, что у вас не было, это носильщики, бармены и таможены. 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 Затрудники авиакомпании, либо таможены. Так что? Ребята, как в Северную Ирландию попадают? Через паром, что ли? Может быть, да. Смотрите, а просто была идея про английскую галерею, когда таксистам раздавали рекламные буклеты, чтобы... Господин Шведов, по-моему, вас еще больше запутали. Это да, это есть. Помогли им нормально, хорошо. Господин Шведов, не буду никак вообще не повторять больше ничего. Вот, отвечайте, 4-5 вы проигрываете, и вы сейчас можете выровнять игру, либо проиграть в финал года. Да, я понимаю. Было много версий, и за столом была эта версия. Как бы возьму на себя эту ответственность, поскольку решающий вопрос, озвучив версию основную господина Гробовского, мы считаем, что таксисты в первую очередь получили эти диски с тем, как прорекламировать. Ну, поскольку перемещаются на такси, и они, конечно, общаются в процессе этой известной, и таксисты рассказывают туристам, куда лучше поехать. Внимание, правильный ответ. Господин Смолик, а что вы так заулыбались? Вы в Ирландии были, скажите? Я пытаюсь понять по эмоциям, но вот как-то она совсем не... А потому что госпожа Торлецкая опытный, ну, здесь, знаете, есть выражение «опытный турист», а это опытный телезритель. Госпожа Торлецкая, говорите громко и четко, правильный ответ. Это таксисты обстают таксисты. 5-5. Спасибо, госпожа Торлецкая. Ну, мне кажется, что версию про таксистов первым сказал господин Гробовский, я не ошибаюсь? Господин Гробовский, как-то вы так быстро от сита отошли и опять начали правильный атлет отдавать. Как еще и выиграет команда ненароком? А это не планируется сегодня? Господин Гробовский, вам виднее, мое дело вопроса задавать, сами знаете. Ну что ж, у нас на самом деле такие какие-то шутки, усмешки, а это решающий момент игры. Еще осталось у нас 5-5, и мы начинаем решающий 11-й раунд. Давайте посмотрим, какие вопросы лежат сейчас на игровом столе. Это вопросы с Ганцевичей, далее много пустых уже сыгравшихся вторых, Брест и Лиозно. То есть, скорее всего, все-таки, так, по теории вероятности, выпадет вопрос из Бреста. Телезрители улыбаются, что-то там свое знают, наверное. Своя какая-то правда. А вот смотрите, как интересно, еще чуть-чуть, и выпал бы вопрос из Лиозно, у которого шансов вообще, ну, практически не было. Но, тем не менее, Брест все-таки против статистики не попрешь. Против вас играет стажер-адвокат Евгений Прудников, город Брест. Добрый вечер, господин Прудников. Господин Прудников, скажите, а вот когда сейчас Волчок уже в конце игры стал вот выбивать вот все вопросы, вы посчитали, что при счете 5-5 до вашего вопроса дело дойдет? Честно говоря, да. Я на это рассчитываю. Ну, то есть, переживали за знатоков сейчас в предыдущем раунде, для того, чтобы они ответили, и ваш вопрос тоже сыграл, да? Да, именно так. Хорошо. Господин Шведов. Да, господин. Я считаю, что вот все это неспроста. На мой взгляд, это очень красивый, образный вопрос, ответить на который, если команда на него ответит, она действительно достойна титула лучшей команды 2013 года. Я вас не пугаю, это просто действительно красивый вопрос. Он не какой-то там запредельно сложный или какой-то простой. Не хочу, просто меня господин Прудников не поймет, если я начну комментировать этот вопрос. Я просто считаю, что этот вопрос достоин победителя. Да, будем брать. Полная тишина в студии. Пожалуйста, дорогие наши гости, уважаемые телезрители, находящиеся в студии, не обсуждаем между собой этот вопрос. Это решающий момент всего сезона. 5-5. И мы задаем 11 вопрос этой игры. Известный английский адвокат-практик 19 века Рихард Гаррис считал, что успешный оратор – это тот, кто умеет создавать образы, которые помогают слушателям лучше усвоить его речь. Внимание, вопрос. А с кем Рихард Гаррис сравнивал слушателя, которого утомляет отсутствие в речи выступающего зрительных образов? Ребята, с лепым, может быть, или вот с человеком, который с лепым утомляет? Отсутствие утомляет. А кто едет по дороге однообразной? Нет, нет, отсутствие утомляет. Ребята, кто через зрение вперёд? Ребята, тот, кто читает много, может быть, или вот что-то такое. Кто считает, может, какие-то насекомые. Кто-то читает, ребята, что-то читает. Ребята, муж, которого пилит жена постоянно, одно и то же по кругу. Он всё время слушает, при этом ничего не видит. Кто это? Представьте себе просто. И утомляет, когда он не видит. Он слушает что-то на непонятном языке. Слушает что-то на непонятном языке. На чужого. 19 век, это какие-то животные на скомплее. Послушайте, может, здесь есть иностранец, который не знает языка. Да, человек, который не знает языка. Слышит, но не понимает, что это... В данном случае он всё равно всё это статически не попрощается. Если я сдавал бы образы в голове, даже если ты не слышишь вещь, ты всё равно что-то думаешь. Ты слушаешь и не слышишь. Здесь знакомая ситуация. Тишина, тишина. Господин Шведов, минута окончена. Кто будет отвечать? Ну, смотрите на Евгения Гробовского. Смотрю, да, на Евгения Гробовского. Ну, пусть отвечает. Ну, пускай отвечает, да. Господин Гробовский, вы тут всё это дело замутили многими правильными ответами. Уже давно бы домой все пошли, а так, видите. Так, господин Гробовский, сосредотачиваемся. Я вам повторяю вопрос. Ни одного слова добавлять не буду. Господин Прудников, вы не возражаете просто решающий момент игры? Нет, не возражаю. Спасибо. Господин Гробовский, просто представьте себе образ. Это образный вопрос, поэтому я и назвал его красивым. Итак, известный английский адвокат-практик 19 века Рихард Гаррис считал, что успешный оратор – это тот, кто умеет создавать образы, которые помогают слушателям лучше усвоить его речь. И вот вопрос был, с кем Рихард Гаррис сравнивал слушателя, которого утомляет отсутствие этих образов в речи выступающего. Отсутствие в речи выступающего зрительных образов. И вот с кем-то Гаррис сравнил такого слушателя. Мне все-таки очень нравится версия, что он сравнил два слушателя с человеком. А если не было правильной версии за столом, и вам надо было ее придумать, поэтому я и дал вам право ответа. Вот я хотел сказать, что мне очень нравится версия, что он сравнил такого слушателя со студентом на лекции. То есть, когда ему преподаватель рассказывает что-то абсолютно неизвестное, и при отсутствии каких-то практических подтверждений, либо зрительных образов. То есть, на самом деле, слушается очень скучно. А здесь вот адвокат-практик, и вот он советовал насыщать свою речь зрительными образами. Понятно. Внимание, правильный ответ. Господин Гробовский. А вот что является воплощением зрительного образа? Картина или фотография. Картина, фотография. А вот господин Герчиков минуту вам рассказывал про то, что вот чтение какое-то. Постоянно читаешь. Ведь слушаешь лекцию то же самое, что читаешь. Правильно, господин Герчиков? Детя книжка без картинок. По словам Рихарда Гарриса, слушатель утомляется от скучной речи оратора точно так же, как утомляется ребенок, читающий книгу без картинок. Господин Крудников, вы решили судьбу этой команды или вы решили ее в вашу пользу? 6-5 польза телезрительных. Итак, сейчас становится 5-6 пользу телезрителей. Команда Федора Шведова терпит поражение в финале зимних игр что, где, когда. Вот имена телезрителей-победителей, заработавших по 1 миллиону рублей каждый. Это Екатерина Мазурова из Стрелок с вопросом о бегунах. Алина Жук из сектора Бульбаш с вопросом о друге. Мария Поиграя из Бабиничьей с вопросом о траве под снегом. Валентина Мазурина из Лиды с вопросом о масляной башне. Обидный вопрос, надо было отвечать. Раиса Езерская из Рассон с вопросом о муке. И, наконец, Евгений Пруников из Бреста с вопросом о книжке без картинок. Приносит победное шестое очко команде телезрителей. Внимание! Сейчас будет определён лучший игрок финала. Госпожа Повышева, кто это по-вашему? По-нашему это Евгений Гробовский. Господин Супранович, ваше мнение? Абсолютно передать. Господин Буян. Ваша команда как считает? А мы, на оригинальными, это Юлия Бенерт. Госпожа Бенера считается. Господин Смолик, у вас богатое право выбора. Да, на самом деле я согласен с тем, что это Евгений Гробовский. Я всё-таки подумал, что надо оставаться, наверное, традиционным, классическим. Поэтому мы решили Евгению Гробовскому подарить всё-таки книжку. Сейчас Новый год. И это самая новогодняя книжка «Снежная королева», тоже коллекционное издание. Я вас поздравляю. А планшеты, знаете, чтобы не говорили, что я как-то спрятал планшет. Планшеты достанутся всем остальным игрокам этой команды. Это прекрасно, господин Смолик. Господин Гробовский, вот так вот играли, играли. У всех планшет, а у вас книга. Конечно же, я пошутил. Евгению Гробовскому тоже достанется планшет в дополнение к его книге. Господин Гробовский, у вас и планшеты, и книга. Я перевожу. Я понимаю, что вам немножко не дает их подарков сейчас. Давайте посмотрим, какие вопросы лежали на игровом столе, но Волчок их не выбрал. Это два оставшиеся вопроса. Это из Лиозна от Александра Бахера и из Ганцевича от Ивана Короленко. Уважаемые наши телезрители, гости нашей студии. Ну, я вас поздравляю. 500 тысяч рублей ваши. И я уверен, что ощущения от игры тоже с вами. Спасибо вам за ваши вопросы. Итак, а сейчас внимание. Господин Медник, на нас с вами возложена ответственная миссия определить второго в истории телезрителя, обладателя большой хрустальной совы белорусского телеклуба «Что, где, когда». У вас сформировалось какое-то ваше мнение? Да, господин ведущий, сформировалось. Мы заканчиваем 13-й год, 14-й год у нас год олимпийский, хотя и зимняя олимпиада. Соответственно, пользуясь случаем, хочу всех поздравить, всех-всех-всех с наступающим Новым годом. И самое на лучшее пожелание, которое, возможно, только вы считаете, что прозвучали. Поэтому вопрос связан с Олимпиадой. Это мое мнение. Вы номинируете на титул обладателя большой хрустальной совы юрисконсульта Екатерину Мазарову из Древней Стрелки Витебской области. С вопросом о Древней Элладе и беге против часовой стрелки. Да, господин ведущий, да. Ну, было бы справедливо спросить капитана играющей команды. Господин Шведов, а вам, как показалось, какой из вопросов самый запомнившийся? На самом деле, самый запомнившийся вопрос, это мнение не только мое, но и всей команды. Конечно, вот решающий вопрос с ребенком, с адвокатом, это самый лучший персонаж. Итак, у нас образовалось сразу два номинанта. Команда номинирует стажера-адвоката Евгения Прудникова из Бреста. Вот тот самый последний вопрос, который позвучал. Но честное и справедливое решение мне, как известно, помогает принять один человек в студии. Это господин Олейников. Господин Олейников, хочу услышать в данном случае вашу версию событий. Вот из этих двоих вопросов, какой вопрос вам кажется достойным главного приза года? Вы знаете, прекрасный вопрос, тот, который задал стажер-адвоката. И на самом деле, говорить надо образно, говорить надо с картинками. И мне понравился вот последний вопрос, где действительно речь пустая, она как книга без картинок. Это у вас может быть какая-то цеховая солидарность? Вы знаете, вот у меня, поскольку двое детей, у меня супруга отгадала этот вопрос. Ну, наверное, с этим... Олейников, вы понимаете, что вы сейчас выбираете между юрисконсультом и стажером-адвокатом? Вы думаете, что все-таки это вопрос господина Прудникова? Ну, я думаю, что это вопрос господина Прудникова. А если брать как бы по накалу страстей, по справедливости, да, то господин Прудников присутствовал здесь, да? То есть его вопрос слушался нами при счете 5-5. Этот вопрос создал реальный накал страстей. И этот вопрос решил ход игры. Господин Олейников, вы знаете, ну, вы понимаете, я, конечно, понимаю, что как-то вот... Не остается мне маневра для собственного мнения. Нет, вы на самом деле сказали мои слова, понимаете, которые я планировал сказать. Я желаю, господин Олейкович. Господа, спасибо всем за помощь. Итак, я принял решение. Господин Прудников из города Бреста. Я вас поздравляю, вы стали лучшим игроком белорусского телевизионного клуба «Что, где, когда» 2013 года. Главный приз сезона 2013 года «Большая хрустальная сова» ваш. Вот «Большая хрустальная сова». Попрошу передать ее господину Прудникову. Господин Прудников, аккуратно. Господин Прудников, ну, быстренько делитесь своими впечатлениями. Как лучший игрок сезона. Ну, если быстренько, то я скорее удивлен, чем порадован, хотя порадован тоже, конечно. Я этот вопрос придумал достаточно быстро, просто когда читал соответствующую книгу, которую я там указал. И я не думал, что я буду на финал года, это раз. Я не думал, что я получу хрустальную сову, это два. Спасибо. Ну, а то, что ваш вопрос решающим оказался, это же вообще... Господин Прудников, на здоровье присылайте к нам, пожалуйста. И, господин Прудников, и все наши уважаемые телезрители, присылайте к нам еще ваши вопросы. Мы ждем. А я поздравляю вас, господин Прудников, всех телезрителей, и знатоков, наступающих Новым годом и Рождеством. Господин Шведов, это была достойная битва. Но, к сожалению, фортуна, может быть, где-то еще чего-то не хватило, оказалась не на вашей стороне. Господин Шведов, тем не менее, я хочу сделать одно заявление. Из всех существующих команд клуба на текущий момент именно команде господина Шведова гарантирована игра в 2014 году без изменений в этом же составе. Господин Шведов, я вас поздравляю. А эта игра окончена. Сезон закончен. Господа, спасибо за игру. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok